Хей, рысята! Давайте я вам расскажу о своих мифических животных от Шляек. Это раздел у нас называется Баяла. И там есть всякие феечки, но в том числе там есть идинорочки, пегаски, несколько из которых у меня есть. Вообще-то у них нет ни имён, ничего, потому что я ими особо-то и не увлекалась. Но, тем не менее. Так, первый, кто у меня появился, это вот такой вот идинорожчик. Опять, Джейми мне нет, но это ни у кого имени нет. Как-то ты всё равно, на самом деле, просто идинорожечка. Она, кстати, в полном порядке. Я эти видео снимаю после уже снятой с сигарей. И все эти покосы, которые вы видите, они уже давно, потому что я не знаю, сколько лет ты идинорожки. Повез она мне очень давно уже. Вот. Ну, в принципе, кровь на неё вообще никак не повлияла. Дальше я решила купить пегаска. У-у-у. Такая, у тебя классная сзади, смотрите. Класс, мне нравится. Типа, ухуите меня. Класс. А, да. Такая вот луна у него прикольная. Все они, кстати, блестящие. Крылья у него тоже блестят. Гриба блестит. Типа, типа, свечица он. Здесь везде вот такие вот звездочки. Вот. Стэц. Не получилось не трогать его полгода. Ну, ладно. Дальше я, дальше я не помню. Дальше я не помню. Но, по-моему, по-моему, далее у меня появилась кобылка. Тоже динарог. Мамая сила, чудо. Такой вот узорчик какой-то, тоже с цветочком. Рог. Рог, рог, рог. Какой-то кривой, на самом деле, рог. Если так смотреть. Кривоватый рог. Эм. Не вышло прям. В стениках у всех вот такие голубенькие глазки. Мне это нравится. Смотрите на эту морду. Морду, морду, морду. Серьезная морда. Хотя они подкованы. Дозрительно, да? Ну, а то, что она блестящая и все такое. Дальше у нас появился опять же единорог. Папа-си-си-си-мики. На депах стоящий у нас. Вот такой вот крутой. Он мне, кстати, очень нравится. Офигенный гул. Если заметить, то вот у них рога отличаются. Вот, видите, да? Думаете, Свет, если я выключу, ничего не случится? Эй, Свет, пришай. Ну ладно, давайте, пришай. Прошу. Отсвечивает сильно. Видите? И у жеребенка такой же, как и у матери. Свет, другой. Выпендрился, зараза. И потом еще один, кого я покупала. Это был вот такой вот зверек. Я забыла, какой он называется. Не помню. Прикольный, на самом деле. Мне его дарили. Да, мне его подруга дарила. Вот. Он тоже здесь блестит. Прикольный. Я не знаю, кто это. Но мне он очень нравится. Он очень милый. Глаза вот у него уже только у него голубые. Они такие черные, безданные глаза. И ушки. Ушки такие, как у барана какого-то. Рогатый баран. Я его рогатый баран. Ну вот, собственно. Ну, то есть их не так много. Драконов. Вам нужно показывать драконов? Нет, драконов, я думаю, я не буду показывать. Тем более, что там... Ладно. Тем более, что они как-то к рыцарям относятся. Они боял. Хотя, по-моему, да? Хотя, ладно. Подожди, секунду. Уговорили. Уговорили. Ладно, я даже к ним не уговарю. Сейчас покажу драконов. Чисто вот две дракоши. Первый это вот такой вот зеленый. Вот он. Такой вот. У него, кстати, лапы я даже отмывать не стала. Я забила на него. Крылья у него такие вот прозрачные. Прикольные, на самом деле. И вторая дракошка, которая выглядит даже совершенно безобидной. Это фараун. Фараун. То, что-то с голубыми глазами. Такой вот. Бежевый цвет. Крылья уже непрозрачные. С блестками тоже. Улыбка, блин. На пол лица такая страшная. Но все равно когти. Все равно хвост такой мощный очень у нас. Так. Да. Я вот когда раньше маленькая была, я играла, что они как бы воюют друг с другом. Что драконы надоедят их детей. Всяких единорожков. Ну, вот так мы и тема была, да. Жестокая. Жестоким ребенком я росла. В бои играла единорогов и драконов. Ну, в принципе, это я еще не самое худшее, что может быть. Ну, так. Все. Ну, да. Все. Сериал, 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 сериал. Не знаю. Вам нужен вообще этот сериал? Если нужен, то пишите где-нибудь там, что он вам нужен. Потому что, ну, я не знаю. У меня есть один план на сериал. Очень большой. Очень масштабный проект, сериал. Очень такой классный. Сюжет вообще вот эту я уже продумала. Очень потрясающе. Но меня смущает моя камера. С ее качеством. Меня смущает то, что у меня нет нормального редактора. Хотя я думаю, что это исправимо. И еще мне смущает, смогу ли я его снять таким, каким я его вижу. А не вот так вот пляп, даже как я вот этот сейчас снимаю. То есть, в принципе, я не сказать, что прям таки до жуть стараюсь. Думаю, что я его сниму, потому что мне самой очень хочется. И сюжет вообще ащ-ащ. Ну, попробую я. Правда, попробую. Но это будет летом. Я хочу снимать его на улице. Потому что моя камера, на самом деле, дает неплохое качество. Но при очень хорошем освещении. А в квартире его можно добиться только каким-нибудь таким вот ужасным дополнительным светом. Который не ясно как, не ясно что. Я вообще, как здесь вот так вот. Вот так вот, если вы сделаете. Ну да, вот так вот еще нормально. Но все равно, как-то это фу. Поэтому я... В городе у меня тоже чтобы снимать негде. Много людей, шумно. Ходить постоянно в лес муторно. Поэтому я бы хотела дождаться того момента, когда я буду ездить на дачу. И там уже отошел от участка подальше. И все. Ну, даже не подальше. Там буквально две минуты. Там лесик где-нибудь расположился у краешка. И снимать я, пожалуйста, сералы. Вот, собственно, и все, что, наверное, я хотела сказать. До скорых встреч. Пока-пока. Я козёл горный баран. Рогатый горный баран. Ге-е-е.